Здесь всего 37 работ, а я написал тысячу. Летом и зимой, в будние праздники, в любую погоду Вячеслав Панов выходит на улицу, чтобы запечатлеть Харьков во всех его проявлениях. В этом секрет мастерства, признается художник. И молодости, добавляет его дочь. Встаёт каждое утро в 6 часов, если не раньше. Идёт в мастерскую, берёт подмышку мольберт и куда-то на этюд, только с натуры. Вдохновением для новых шедевров не раз становилась и сама Ольга. Портреты тут не представлены, но он очень любил меня в 4 года, что для меня была пыткой посадить на какую-то лошадку. И так тренировалось, наверное, моё терпение в жизни. В коллекции девушки уже несколько десятков собственных портретов и харьковских пейзажей. Говорит, выбрать из них самый любимый непросто. Все произведения художника живые и яркие. Вот не харьковчан я часто видел, слышал то, что харьков серый. Ну, для меня он никогда серым не был. Да, он сейчас стал более ярким, пёстрым. И, наверное, Вячеслав Александрович в какой-то мере предугадал это. И это, наверное, тоже проявление его таланта. На картинах Вячеслава Панова можно увидеть те уголки Харькова, которые до сегодняшних дней не сохранились. Но красоту художник видит и в новых постройках. Я должен постараться себя превратить в ноль. И явиться просто как бы транслятором между холстом или картоном и природой. Если я это смог сделать, то будьте уверены, это будет хорошая работа. Излюбленные места живописца возле храмов и церквей. В таком окружении, рассказывает автор, за конечный результат можно не беспокоиться. Анна Бравко, Александр Романовский, Медиагруппа «Объектив».